как бы вам показать меня видите или нет друзья мои посмотрите как я накрасила глаза захотелось мне сегодня там у меня вещи мои только что гладила час такие стрелочки нарисовала захотелось таких красных цветов теней сейчас переверну камеру и покажу вот так я сегодня такой макияж я накрасила захотелось то красненькие но я же дома если у меня были такие голубые лисе зеленые я бы с удовольствием тоже постела но для дома можно удивить мужа он еще не видел посмотрит видите как я накрасила так тени подумала сейчас вижу себя знаете что я заметила когда вот так вот делаешь конечно морщинки надо всегда поднимать спиночку спиночку надо поднимать когда мы поднимаем спиночку свою выпрямляем то у нас сразу все выравнивается ой артистка смотрите сколько перегладила мне такой день сегодня был классный вообще каждый такие классные дни погода у нас солнечная было с утра сейчас у нас пасмурно дождик идет такое приятное смотрите веревочки какие я сделала аж кимчик мой сегодня с утра пошел на работу в 10 часов я его отправила и какой-то день такой длинный длинный я почему-то подумала что пять часов соседи видите как неудачно постирали я подумала что сейчас уже где-то 5-6 часов а сейчас только половина второго столько переделала и сейчас и душить два дня не прикасалась потому что некогда было на это отвлекаться сейчас когда гладила послушала вебинар который я пропустила вчера так как было на зумби это как вы видели как я плясала на вчера три нагрузки физические были поэтому мозг работает джо диспенза слушаю какие вещи говорит он все время говорит знаете о чем что избавляйтесь от состояния страха обиды злости негатива это приведет вас болезням действительно нужно думать по-другому и не нужно думать начинать свой день с прошлых проблем а мечтать можно так сказать кажется я радугу вижу это хорошая очень примета мечтать о своем будущем вот забыть какие-то проблемы там вам хлеб надо купить или еще что-то просто вот так вот закройте глаза и помечтайте ведь это так много я вам все время кучу и говорю сколько времени вы со мной и я говорю об одном и том же действительно вы знаете какие дела и чудеса вселенная когда ты справляешься со своими трудностями спокойно справляешься сколько у меня вот так проходит проблем таких за день я почему-то уверена что все будет хорошо например у меня 17 мая как вы знаете тбилиси рандеву и у меня с 13 по 17 мая объявили конференцию у нас в анталии в конкоре помните меня ездила в декабре месяце две даты а еще у меня потом батуми но очень много планов вы сами знаете что на это надо очень много денег и и я хочу побыть в батуми забрать теток своих сюда такие у меня есть цели как что будет я отправила во вселенную она все сама решит для меня самым благоприятным способом и знаете мои дорогие я сейчас подумала две даты так совпали и батуми я не планирую поехать я планирую что моя дочь сама справиться с этой проблемой как она поедет с ребенком вот думаю но может быть на машине на машине поедет за меня все сделать мне сейчас просто не в планах моих да и моя мама так паникует вот как а как она сейчас груди кормит вот она должна ребеночка сейчас инфекция вы знаете что я вот так слушаю слушаю свою маму и мама все в будущее в прошлом такой мамочка дорогая моя ну успокойся пожалуйста не за заранее не переживай моя доченька такая умная такая хорошая быстро все соображает и действует что у нее все получится не надо строить заранее проблемы еще у нас месяц больше все будет хорошо все решила проблему я вообще не переживаю именно вы знаете когда вы строите какие-то цели да не переживайте и я тоже самое мечтаю сейчас я знаю что я вижу себя я мечтаю когда как я в батуме что все будет хорошо как я в анталии хотя в анталии сейчас 200 евро стоят сутки уже в конкоре это один из лучших отелей пятизвездочных и вот такие цены 4 дня 800 евро это не маленькие деньги не маленькие деньги большие но я все отправила во вселенную а вы будете следить что у меня получилось что нет пошла я мои дорогие шить свое платье которое нужно дошить и шить себе другие наряды когда вчера прочитала один комментарий под последним моим видео где там много рассказываю и о желе и о голубцах то там написали не буду сейчас комментировать заново просто что хочу сказать да и после этого не хотела вам даже снимать свои пп рецепты ведь они такие не такие для всех правильно но я делюсь с вами рецептами которые я применяю и вот благодаря которым на протяжении нескольких лет снизился то есть стал до нормы холестерин хотя вы знаете что у меня раньше был повышенный и лечение естественно это не одного дня это какой-то срок нужный период я сейчас например вот пожарила рисовые оладьи я отсюда взяла только йогурт йогурт соды рис и соль чуть-чуть вот без масла видите они такие вкусные так что если вам интересно я и так буду продолжать я не буду обращать внимание на тех кому не нравится мои видео я знаю что большинство из вас рады видеть мои видео и смотреть все и следить за тем чем я занимаюсь в течение дня вот здесь у меня сейчас буду готовить праса тут у меня так же вот кусок курицы размораживается мужа приготовила яйца сейчас он завтракает там сосиски пожарила а себе вот такие вот лепешки у меня было наверное 200 грамм стакан рисовой муки наверное стакан был йогурта уже просройт ну испорченного можно так сказать и стакан воды добавила и все разрыхлитель оно у меня постояло ни яйца ни масла они такие вкусные ну действительно видите я уже не вытерпела их отщипала ммм никакой разницы нету с простыми блинами но очень вкусно я впервые делаю только с рисовой муки так что пользуйтесь моими рецептами кому это надо конечно лайфхаками всем добрый вечер я так неожиданно вышла куда вышла с мужем вышла нужно пойти там по дивану и он без меня не может попросил пожалуйста пойдем я помаду накрасила я уже не помню быстренько так сделала быстренько быстренько макияж я сказала я не могу выйти без макияжа ты же знаешь я должна подготовиться я не могу так спортивно дома я могу ходить но на улицу я не выхожу так уметь в общем пошли все мои у нас так вроде бы холодно хорошо что я свитер одела потом на юге посылка должна нам было прийти сегодня и на завтра и мы хотели собрались идти туда в каргу а потом я уже собралась и решили по делам пойти пока давно мы не снимались вдвоем для вас мои дорогие зрители а я собралась неожиданно с мужем по делам погода такая так себе не жарко не приходит никак весна не жарко не жарко не жарко не жарко не жарко смотрите мой муж мне какие цветы дарит говорит если он сейчас откроет эти возьмет то они я их потеряю все рассыпаю по дороге а маме он так собирал сынашки мы незаман кучук кучуглу анима чечеклер геттердин пришли сюда в это место по делам в глубине туда от моря подальше вот такие цветочки о да как у Йорги в зейляшке всем добрый вечер как же мне не хотелось выходить из дома сегодня находились мужем 9000 шагов но Светлана очень ответственно относится ко всему если начала поэтому не пропускает ни один урок ни один вебинар ни одну встречу и я бегу на зомбу